Блин, чё за хрень? Блогер с паштетом. Ладно, можно влажную? Дина! Что за ужас? Красота просто, господи. Посмотрите, во что она вообще превращается. Верьте это. Мы все обосрались. Дина едет потом в ресторан. У нее белые брюки в красном. Всем привет. Настало время блогного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня на моем канале в гостях у меня Дина. Она же мадам Папая. Привет. И да, мы не один и тот же человек. Хватит это писать уже. Столько лет прошло. Вы все еще пишите эти сообщения. Карина Аркелян. У меня в руках есть вот это. И вы попали просто на лучшее видео на моем канале. Конечно же, в скобочках нет. В этом сердечке находятся записки. Они рандомные. И каждая записка обозначает то, что мы с вашей косметикой делаем будем. Тяни. Сразу так, да? Вот сразу сходу. Чего-то я как-то не готова, мне кажется. Любую вообще записку. Да, только смотри, тяни. Смотри, не смотрю. Все, пока не открывай. Теперь ты не смотри, тяни. Я даже если буду смотреть, я ничего не вижу. И теперь вытягиваю я. Давайте посмотрим. Могу. Мне повезло, человек танцует. Я думаю, вы не догадались, да, что бывалось мне. Обычная. Ломаная. Дело в том, что сейчас мы будем поступать так с косметикой, как написано у нас на бумажках. То есть в моем случае я буду мою косметику ломать. Карина со своей косметикой ничего не будет делать. А Дина, она будет свою косметику мочить. И будет краситься муха косметикой. Значит, мне не жалко чего ломать, поэтому я в принципе рада. Поставьте лайк. Давайте наберем здесь 60 тысяч пальчиков вверх. И обязательно пишите в комментах, каких блогеров вы еще хотели бы видеть в этой рубрике. Чего еще косметику извращать. А мы начинаем. Поехали. Это косметика Карины. Это моя косметика. И это косметика Дины. И как вы уже знаете, сегодня я начинаю это видео с того, что я буду ломать свою косметику. И так как это первый тур, а первый тур у нас тени, поэтому самое эпичное придется разломать с самого начала. Блин, ну почему все так жестоко, почему именно с меня начинаются ломы? Покажу всем пример свой, что я буду делать с этими тенями. Я буду их убрать и сейчас просто ломать. Я выгляжу ступередистично, но мне хочется плакать, потому что мне приходится это делать с новой палеткой с ней. Вы уверены, что вообще тени можно мочить? У меня такой вопрос. Вот мы и узнаем сейчас. Это вот этот стаканчик, правильно? Да, 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 туда можешь мокать. Прямо как в художественной школе. Мне фартануло, я счастлива. Это очень легко. Теперь будет накраситься. Посмотрите, как набирается. Охренеть, оно реально как гуашь какая-то стало. Смотри, как оно набирается. Ой, это мне кажется, как-то не очень будет набираться. Смотри, это гусь, это как акварель реально. Знаете, возможно, вы меня сейчас спросите, а вообще в чем смысл того, что сейчас происходит? Зачем мы вообще это делаем? А я вам отвечу. Я не просто так пригласила в эту рубрику именно двух блогеров. У вас же есть канал, и вы не дрожите. Поэтому тот, кто больше всего сегодня сломает косметики, будет выполнять очень-очень-очень бредовый челлендж на своем же канале. Ага, Лиса, а предупредить там как-нибудь? На моем канале никто никого не предупреждает. Поэтому пишите в комментарии, кто из нас проиграет, но вы это увидите по итогу, потому что пока проигрываю я. Кто из нас проиграет, тот будет делать какой-то адский бред на своем канале. И идею мы будем выбирать из комментариев к этому видео. Поэтому напишите, что бы вы хотели, чтобы сделал проигравший. У меня получается акварель. А у меня очень даже ничего получается. Потому что это обычная косметика. Против простого, реально. Ну, у меня пока все хорошо. Правда, я использовала только один цвет, а теперь я возьму хойлайтер сиявшечку. Я надеюсь, что сейчас все не посыпется с моего лица. Заодно проверим эти тени на то, насколько они хороши, учитывая то, что они раздолбаны нахрен просто все. Следующее это тушь. И вот, собственно, что у нас на кону. Моя тушь, тушь Карины и тушь Дины. В тот раз ты первая тянула, поэтому ты первая тянул уже. А, точно. Я думала, ты мне и так решила. Это по привычке все сразу. Ломаная, блин. А как вы себе представляете ломаную тушь? Это как вообще? Вы понимаете, насколько мне не везет? У меня мокрая тушь. Мне придется тушь туда намочить, а потом этим красить глаза. Вы понимаете вообще? Я не знаю, что ты будешь делать с этой тушью, Карина. Но ты должна ее сломать. О, господи. Окей, давай попробуем. Тушь, к тому же, которую я сегодня принесла, она фиолетового цвета. Я думаю, она не будет подходить к сегодняшнему мейкапу. Но ладно, раз мне ее не фортануло, то пускай и не фортануло. Попробуем сломать эту тушь. И сделаю я это с помощью вот этого прекрасного ножа, который, как мне сказали, очень даже тупой. Я попробую. Вот так она считается ломаной. Я не знаю, она так ломаная или нет. Или мне все-таки что-то с открытой тушью надо будет сделать. Ну, давай попробуем ее вот так, как мы сделаем. Все, ломаная. Сойдет так. Все, теперь она точно ломаная. Очень жалко, конечно, делать такое со своей косметикой. Но ладно, пускай уж будет так. Примерная красота просто, господи. Не, я считаю, что в этом раунде больше все равно всех не повезло мне. Потому что смотрите, что сейчас будет просто происходить, да. Просто мокрая тушь. Каковы ставки, что сейчас будет просто с моим лицом после вот этого вот всего? Я думаю, будет пандарена. Пандарена, это, конечно, хорошо, но... Мне кажется, ресницы просто очень сильно слипнутся и все. Я думаю, что если наносить по слоям, то будет нормально вообще все. Ладно тебе, да. Если она еще подсушена, то она просто ожила. Ну что ж, давайте попробуем. Тем более с моими длинными ногтями, мне кажется, не особо удобно, да, получится вот так вот красить. Ну ладно, запачкаю все свои руки, но попробую накрасить их нити. Кстати, она выглядит не особо фиолетово на глазах. Не так уж и плохо. Мне очень даже нравится. А тебе удобно так красить вообще? Удобно, почему нет? Просто держу один раз вот так. Мне так нравится, как она это делает. Ну мне, в принципе, повезло в этот раз. Будем ждать следующий раунд. Почему каждый раз, когда я приглашаю кого-то трэшевать на мой канал, рассчитываю на то, что люди сейчас будут трэшевать, трэшу я всегда я. У меня уже все осыпанное. А, кстати, смотрите, а туша-то вообще пофиг. Надо, видимо, побольше смочить, потому что некачественно. Я боюсь твои белые брюшки замочить. А что я воплю? Смотрите, а туша-то вообще плевать. Туша вообще плевать. Ой, да. Ей просто плевает. Да, прикольно. Просто хорошо ложится. А знаешь, что я поставлю? Она отпечатывается на век. Да, кстати, да. Блин, оно реально все отпечатывается. Дичь. А красить, кстати, удобно. Блин, 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 оно все отпечатывается. Ну, самое главное, буду сейчас делать нижние ресницы. Вот здесь будет самая жесть. Я попросила вас и думала, что у нас будет как-то все иначе. Что вы будете такие, типа, страдать, а я буду обычная, обычная, обычная. Нет. Я не знаю, но следующий пункт это пудра. У нас у всех есть пудра своя. Первое, буду я доставать. Вы вечером достаете все самое хорошее. Я достала, доставайте. Обычная. Ну, кстати, ломаная пудра, она и бывает, типа, как ломаная. Она даже в шарик, ты знаешь, иногда что-то будет. А, блин, блин. Сейчас мне ее нужно будет окончательно испортить. Естественно, я это сделаю с помощью того же самого прекрасного ножа. Сделаем мы это вот таким вот способом. Господи, мне жалко, что я делала со своей же пудрой. Вот что вы знаете о трэше? Я вам сейчас расскажу. Хотя вы, наверное, много знаете, раз вы смотрите мой канал. Просто берем спонж, который был в комплекте этой пудры. И сейчас... А, миза! Жесть! Чтобы лицо выглядело более-менее нормально, нужно брать, как я думаю, немного пудры. И просто, чтобы не было блеска на лице, вот так вот проходите. Ну, у меня никакого края шапала. Нет? Миза вообще красотка, фотомодель у вас такая красивая. Ррррр, тигрица! Нашим верховым макияжем, в частности, с моим, следующими на кону будут румяшечки. Ну, я на самом деле немножечко ступила румянами, я не пользуюсь, взяла вот такую вот штучку. Вот здесь я плату это. Надеюсь, тебе выпадет мокрость, потому что мокрая такая фигня, это просто сделает нас равными. Не рада, пожалуйста. У меня шариковые румяны, поэтому, мне кажется, если мне выпадет их ломать, то они уже поломаны, в принципе. Надеюсь, я вообще видел читер, просто пришла на канал. Серьезно. В тот раз тащила первая я, сейчас снова тащи первая ты. Свою налево. Да ладно, тебе... Мокрая! Мокрая! Свою налево! Я чувствую, моя косметика сегодня, в принципе, не пострадает. Спасибо, Рау. Может, ты не мокрую? Ладно, можно влажную? Влажную. Влажную, ну да, это вообще разницы никакой никак. Мои румяны покрощили сами себя, поэтому мы, в принципе, на ровных будем поверить. Ну что ж, я попробую намочить свои псевдорумяна, потому что, на самом деле, это не румяна, а специальная такая штучка для контуринга, потому что румяна, как я повторяюсь, уже не использую. Лиса мне вручает вот такую вот прекрасную кисточку, которую мне сейчас нужно будет вот так вот намочить. Я чувствую себя ребенком, который занимается рисованием на уроке ИЗО. Господи, боже мой, что это за стряжку получается? Это реально как акварельные краски. Вообще, я представляю, что он на лице будет, когда он сейчас контуринг этим делает. Да, 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 вообще. Осторожно. Все, сегодня мне вообще не везет. Господи, вы хотите... Все, я все упортачиваюсь просто этой косметикой. Ладно, ничего страшного. Будем делать самое жесткое. Раз это румяна, И сделаем, ну и вот такую вот красоту. Мне кажется, очень даже... Охарина! Как вам такая красота? Мне очень нравится. На фотосессию, считай, можно поедать с легкостью. Ну а что мне надо было делать? Убежать из съемок? А ведь с ней и не поспоришь. Ладно, теперь я уже не чувствую себя таким убогим. Ладно, я возьму это руками, потому что... Вы знаете, мне кажется, у меня на лице сейчас так много всего, что я просто даже не ощущаю, что происходит. То есть я уже не чувствую свое лицо. Я чувствую, что оно скоро превратится в песок такой и рассыпется просто. О, боже мой, боже мой. Вообще трэш, господи. Я решила немножко поэкспериментировать. Никогда не экспериментировала с макияжем. Я сегодня буду софт гирл, гирл софт. Несмотря на обошла в вкус и просто не хочет отставать. Да, 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 серьезно. Красота. Просто красота, неимоверная. Макияж? Что ты с тобой сделала? Да, 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 да. Согласна полностью. Что ты с тобой сделала? И главное, зачем мне все хорошо было? Зачем она это сделала? А у меня что, разве плохо было? Это софт гирл. Вообще. Это ступид гирл, ступид гирл, ступид гирл. Ну ладно, помада, значит помада. Вот наши помады. Моя вот с таким вот зайчиком. Я была хитрее всех, поэтому взяла полупрозрачную. А девчули, ты хитрыми такими не были. Это вообще зачем новую помаду взяла свою? Ну я не думала, что мне надо выхорошить. И я все-таки надеюсь, что я сегодня везучая. Да. Ты почему тоже новую взяла? Вы же знали, куда вышли. Знаете, как удобно, когда ты нечасто встречи снимаешь с этими людьми. Они еще не шарят, что сюда нужно приходить с хламом. Милое видео, да? Милое видео, окей. Я очень милое. Я хочу сердечко нарисовать, чтобы мило вытягивали. Мило вытягивай. Какая? Пойдет. Ломаная, господи. Помада ломаная. Я не могу шаги было буквально. Мокрая, темная помада. Твою налево. Можно это не комментировать просто, пожалуйста? А я была самая хитрая, у меня досталась самая нормальная помада. Ни разу не успела ей использовать. Ай, я первый раз в жизни. Ай, какая-то ужасная. Ломаю косметику. Деньги просто на ветер. А, Лиса. Зачем это все? А ручки вот-то трясутся. Сразу понятно, да, что я не бьюти-блогера. Блогера, где? Паштет. Паштет-блогер. Паштет. Блогер с паштетом. Блин, что за хрень? Вы знаете, я уже теперь даже не знаю, кто из нас проигрывает, поэтому я думаю, что решать будете вы. Согласна полностью. Паштет-блогер. Паштет-блогер. Посмотрите, она вошла во вкус. Эта женщина вошла во вкус. Она пугает. Красотка выйдет из тебя сегодня. Дина. Что за ужас? Я подержу здесь руку. Это одновременно из 100 слоев помады получается. Челлендж. О, боже мой. Это женщина. Боже мой, что ты делаешь? А, а ты чего живешь? А это дорого или дешево? Это ужасно. Я не знаю, что там езжу. На самом деле, когда я ехала к Лисе, я не знала, в каком ролике мы будем сниматься. Именно поэтому я взяла помаду, которую я использую очень редко, потому что боялась, что мне придется ей пожертвовать. Но темные помады, я уверена, что многие зрители, которые знают меня, они прекрасно понимают, что я темные цвета вообще не использую. Поэтому сейчас я вот так вот ее полностью раскрою и намочу. Но мне кажется, разницы практически никакой не будет. Просто намоченная помада. Кстати. Что скажешь? Не так уж и плохо, Лиса, получается. Она какая-то полупрозрачная, как будто стала. Да. Равномерно. Это вот так распределить, как будто обыкновенный цвет. Нормально. Не так уж и плохо. А сужен, да, очень даже. Как я думала, да. Она вообще не яркая стала, смотри, такая полупрозрачная. Ну ладно, остается дело за малым, за моим маленьким зайчиком, но здесь все очень просто, потому что он мал, мал да удал. Ну да. Нет, ладно, я беру свои слова назад. Этот зайчик сюда вообще не подходит. Я не рассчитывала, что у меня будет оранжевое, блин, лицо. Красивый макияж. А мы приступаем к последнему пункту, и это хайлайтер ОК Сияшечка. Один из моих самых любимых. Каринин, не знаю, пользуется она им или нет. Очень редко. Это очень дорогой хайлайтер, и я надеюсь, что на этот раз меня пронесет просто. Итак, я начинаю вытягивать. Вытягиваю сейчас я первая. Кстати, осторожно, там влажный этот ватный диск, поэтому не вляпайтесь. Итак, тяну. Я вытянул. Теперь ты тяни. И ты тяни. И не вляпайся. Не вляпалась. Итак. Что же там? Мокрая. Мокрый хайлайтер. Охеренно. Просто потрясающе. Опять ломаный. Да что не так сегодня с тобой, с твоей удачей? Блин, почему мне все ломать? Нет, мне правда очень тратят хайлайтер. Его уже давно не продают даже. Его уже не продают. Серьезно, ты самую крутую косметику просто портачишь, Лиса. Уже какой третий раз тебе ломаная косметика попадается. Осколки нашей некогда бурной любви. Не, ну я не знаю, что сказать. Мне нечего сказать, кроме слов. Блин. Мне так его жалко. Это реально очень топовый был хайлайтер. Я вообще не знаю, что я думала, когда я брала его. Ты это знала. Ты это знала. Я это знала. Ты это знала, нет? Ладно, поедите. Серьезно. О, нет. О, и оно все сыпется тоже. Мы все обосрались просто. Дина ездит потом в ресторан. У нее белые брюки в красном. Карине потом тоже ехать навстречу. Да, да, да. Я просто усралась. Хайлайтер-то отстойно наносится. Хотя, когда он был прессован, он отлично наносился. Да, да. Просто намочить и запрессовать. Это тикток лайфхаки. А вот этот хайлайтер, я думаю, вообще не будет наноситься. Мокрый. Он и так сам по себе не особо яркий. Я мочу кисточку. И возьму вот этот розоватый цвет, чтобы хотя бы чуть-чуть было видно. Надеюсь, я... Стой, стой, стой. Вот это возьми, вот это возьми, вот это возьми. Стой, 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 вот это возьми, вот это возьми. Я не знаю, что сказать, потому что я просто в жоке. Я не думаю, что будет настолько плохо. Я тоже не знаю, как это даже комментировать. Я думала, сделаю из этого рубрику, но сейчас пока мне после этого никто никогда не придет на канал. Поставьте лайк. В общем, у нас у всех макияж не очень. И мы, правда, не знаем, у кого из нас макияж хуже. Поэтому я считаю, что выбирать проигравшего должны вы. Пишите в комментариях, чей макияж получился хуже и лайкайте эти комментарии. Потому что, исходя из того, какой комментарий будет в топе по лайкам, ну, исходя из того, мы будем выбирать проигрыш и наказание. И наказание не забудьте написать. Они сами придумают. Опять-таки, какое наказание будет в топе из того, проигравший и будет выбирать. Поэтому ждем ваших комментариев. Посмотрим, кто выиграл, а кто проиграл. Обязательно подписывайся на мой канал и подписывайся на канал у девчонок. Карины и Дины, и ссылки на них я оставлю вам в описании. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Получать наказание или победу? Короче, ты взял косметику на 10 косарей. Ко мне на канал. Придется вычеркнуть гантелю. Почему ты принес именно трусы?